Максим Шевченко В отличие от очень уважаемого мной предыдущего выступающего, который на самом деле всю жизнь отдал армию, и поэтому я не могу разбирать детали военных операций, как двигаются там танковые батальонные группы, десант высаживается. Но дело не в этом. Я просто хочу сказать совершенно ясно, что для меня очевидно сценарий, как я бы поступал в дальнейшей ситуации. Война была неизбежна, потому что если бы не началась эта война, то тогда бы для России в формате, который выстраивал Путин, был бы просто конец. Она бы просто исчезла с карты земли политической. И это очевидно совершенно. От Украины требовалось всего две позиции. Декларация о нейтральном статусе, о том, что страна никогда не вступит ни в НАТО, если не нравится ОДКБ, не в ОДКБ, всегда будет нейтральной, пожалуйста. И выполнение Минского соглашения. Украинская власть, которая очевидно не в полной мере распоряжается полнотой этой власти, на это не пошла. Поэтому война была неизбежна. Теперь что будет дальше? Теперь я бы привез в Украину, когда после того, как войдут в Киев, во-первых, в Киеве и по всем городам Украины огромное количество людей, которые, поверьте, рады тому, что сейчас там происходит. Считать, что это война между Украиной и Россией, формально это так, но мы помним выборы 2011 года, когда за Януковича проголосовало 52% граждан Украины. Я вас уверяю, сейчас примерно такие же проценты, может быть, даже и побольше. И поэтому я вас уверяю, что органы государственной власти будут сохраняться на местах и, более того, будут сотрудничать с российскими подразделениями, с российскими войсками. И государственность Украины очень быстро восстановится, с того, как Зеленский и те депутаты одиозной Верховной Рады и политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинуть территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция-то началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 2014 года. Правда ведь? Прямо вот именно в эти дни. Ну, 21 числа было разрешение того кризиса. Да, да, да. Ну, я бы не сказал, что оно было разрешением. Когда у нас было подписано соглашение... Активная фраза закончилась. Максим Ильич... Подождите, какого числа было подписано соглашение, согласно которому Янукович должен был до конца года оставаться президентом, а потом должны были быть президентом? Это было незадолго до 20 или 21 февраля 2014 года. А вот, я вас уверяю, вот я бы сделал так. Я бы вернул Януковича, он бы сказал, я исполняю обязанности президента Украины, скоро будут свободные выборы президента Украины и новые выборы Верховную Раду. И государственный статус Украины будет восстановлен, собственно говоря. А почему, если с точки зрения Запада можно признать Майдан, и можно признать Порошенко, или там Зеленского, и вдруг как бы от законно избранного президента Януковича плохое или хорошее, это уже другое дело. Взять и сказать, ну так и надо, вот, дескать, его тут нету. Это нормально. Значит, и в обратную сторону можно историю отыграть. Поэтому я думаю, что украинская государственность не пострадает ни одной секунды. Эта война, надеюсь, закончится в ближайшее время. Сообщение о том, что части вооруженных сил Украины либо поднимают белые флаги, либо переходят даже на сторону наступающей российской армии. Думаю, эти сообщения абсолютно правильные. И во многих городах Украины население будет приветствовать российскую армию. Я уверен на 100%. Тем более, что в авангарде российской армии идут подразделения ДНР и ЛНР, которые состоят во многом из тех политических эмигрантов, которых выдавили из Николаева, из Херсона, из Одессы, из Киева, из Днепропетровской, из Харькова. Поверьте, это огромная масса людей, мужчин прежде всего, но и женщины тоже есть, которые как бы считают Украину своей родиной и вполне как бы воспринимают начавшийся поход как поход против нацистского... Ну, я называл это либерал-фашистским режимом, потому что какой зеленский нацист? Зеленский – еврейский мальчик из Кривого Рога. Нацистам его трудно считать. Либерал-фашистский, да, вполне либерал-фашистский режим. Максим Ильич, а то, что сейчас... Но то, что мы находимся к ситуации мировой войны, то, что война началась, и мир уже не будет прежним, это 100%. Это 100%. Максим Ильич, то, что сейчас происходит уже, это разве не потеря государственности Украины в определенном смысле? Ну, потому что это... Я считаю, что это восстановление украинской государственности. А вы считаете, что Майдан – это было что? Укрепление украинской государственности? Я был наблюдателем на выборах Януковича в 2011 году, когда он выиграл у Юлии Тимошенко полтора процента. Янукович, на мой взгляд, был абсолютно законный президент. Не нравится Янукович? Пересберите его. До выборов всего немного там было, понимаете, оставалось. А что вам так не нравился, Янукович? Свергали-то его олигархи. Мы же прекрасно знаем, кто стоял за Майданом. Это были, собственно говоря, Порошенко, Ахметов, Коломойский, да и некоторые другие, понимаете, все эти игры, там, Донецким с Днепропетровскими и так далее. Пожалуйста. В чем проблема-то? Государственность Украины, вот эта государственность усеченная, которая сейчас, это шок государственности, что ли? Когда клоун, который получил почти 90% поддержки народа Украины, это было голосование за мир, ничего не сделал ради этого мира. За то, как тот же самый Дмитрий Гордон намекал, и многие в Украине денег у него на счетах за границей полно. Вот они сейчас уйдут из Украины, и украинская государственность, поверьте, будет восстановлена. Я надеюсь, что никакой концепции русского мира туда продвигать не будут, и Россия восстановит, поможет Украине восстановить суверенную, незалежную Украину. Максим Иванович, внутри России это какие последствия будет иметь? Мы видим, что довольно большое количество людей выступает с антивоенных позиций и декларирует свою точку зрения. Это не будет ли серьезным таким демиджем для режима Владимира Путина политически? Я думаю, это исключено. Я думаю, что вся контроль ситуации полностью находится под контролем силовых структур, все, что находится внутри России. Те люди, которые могли бы вывезти людей на улицы, подобно Алексею Навальному и Любови Соболь, либо выдавленные из страны, либо содержатся в тюрьме. Наверное, конечно, нормально любому человеку быть против войны. Я против войны тоже. Но извините, я был в ДНР и в ЛНР с первого дня фактически их создали. И я всегда поддерживал Донецк и Луганск, и всегда считал, что ДНР и ЛНР – это независимая Украина. Та Украина, на которой нет разницы украинский язык, русский язык, армянский язык, азербайджанский, идиш. Там вообще не было национализма. И я хотел, чтобы это было на всей остальной территории Украины. Поэтому мне кажется, что ДНР и ЛНР должны распространиться просто на всю территорию Украины. Это и восстановит украинскую государственность. Я думаю, что не надо сейчас бить панику. То, что война есть. Понятно, что есть люди, которые против войны. И за войну, наверное, вменяемому человеку быть невозможно. Война – это доведение мирной обстоятельств политики до того момента, когда она уже не может двигаться иными путями, кроме как принуждения противника к миру. В конце концов, цель любой войны – это не просто пострелять. Цель любой войны – это, скажем так, принудить противника к такой ситуации, когда он не может сопротивляться и переходит от военного сопротивления к мирным переговорам. Но для меня важно, что Россия не ставит своей задачей, несмотря на заявления отдельных публицистов, демонтаж украинской государственности. Я считаю, что Россия помогает восстановить украинскую государственность, в том числе воссоединить ДНР и ЛНР со всей остальной Украиной. Только не по сценарию Киева, а по сценарию Донецка и Луганска, что я всячески приветствую. Владимир Путин говорил о конечной цели, как деноцификации Украины современной. Как вы себе это представляете? И вообще это не превратится ли в какую-то партизанщину безумную? Потому что я плохо себе представляю то, о чем сказал российский президент. Как вы это видите? Я очень хорошо себе представляю то, о чем сказал российский президент. Безусловно, активисты типа запрещенного в России Яроша и правого сектора будут пытаться это все делать, как это делал Вервольф после 1945 года на территории Германии. Но я думаю, что большая часть военнослужащих вооруженных сил Украины, конечно же, не будет в этом участвовать. Но активные нацистские группировки, батальоны национальные, которые совершали военные преступления, в частности на Донбассе, и состоят многие тоже из эмигрантов, в том числе и из России. Безусловно, они могут пойти на такие акты диверсионно-террористической деятельности. Но, во-первых, в Украине скоро становится настоящая реальная власть, которая возьмет на себя все полномочия по наведению порядка в Украине. И я уверен, что военнослужащие и украинской армии, и милиции украинской, они будут исполнять свою присягу и будут защищать целостность Украины. И тут я считаю, что позиции Путина абсолютно правильные. Он к ним именно обращается, говорит, вы же давали присягу украинскому народу, а не этим клоуном, понимаете, не Зеленскому и не Порошенко с его зовутами Рошенко в России. Там в тот разгар, когда он в военной форме на линию фронта приезжал и говорил, что дети Донецка должны сидеть, будут сидеть по подвалам, когда они будут их обстреливать. Мы не забыли эту фразу Порошенко. Я хотел бы уточнить у него, что он имел в виду, когда он это говорил, когда будет возможность это у него спросить. А у него заводы, его шоколадные работали в Белгородской области тем временем. В Липецкой. Поэтому надеюсь, что этого ничего не будет. Думаю, что, что касается олигархов, Коломойский, безусловно, пострадает. Ахметов, думаю, тоже пострадает. Медведчук и Балога, как я знаю, они кумовья. Как на Украине говорят. Балога – это человек, который контролирует фактически Закарпатья. Бенгр, по-моему, по национальности, безусловно, не пострадает. Собственно, есть только два сценария сейчас. Это сохранение государственности Украины. В случае, если все закончится достаточно быстро, и в Украине найдется достаточное количество политиков, а я уверен, что и в Верховной Раде такие политики есть, и оппозиционный блок, и другие, и эмигранты в России, Олег Царев, там другие, понимаете, Николай Азаров, например. Нестор Шуфрич в Украине, безусловно, один из храбрейших политиков Украины, человек, который был избит в мясо в 2014 году. Нестор, на мой взгляд, вот он, кстати, западный украинец, но он всегда выступал за единую, цельную и федеративную Украину. Очень достойный человек. Найдется немало достойных людей, патриотов Украины, которые спасут свою страну в этот трудный момент. Если этого не случится, Украина будет разделена между несколькими странами. Между Россией, Венгарией, Румынией и Польшей. Что ж, спасибо за ваше мнение. С нами на связи был политик, публицист Максим Шевченко. Продолжение следует...